Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Торы, которая называется ВАЦ. Вчера мы остановились на том, что у Якова уже семья большая, у него дети уже все есть, которые должны были родиться в Харане. И вот, ему 91 год, он сказал Лавану, что я отработал 14 лет, наш договор выполнен, теперь я хочу пойти домой. Вот у меня семья, я ухожу. Лаван не знает, как ему Якова оставить. Он говорит, я понимаю, что Всевышний благословил меня ради тебя. Вот, он все понимает, и он хочет что-то дать Якову, что мне дать тебе, чтобы ты продолжал здесь работать, если ты истолковался. Я понимаю, но все-таки пытается создать условия, чтобы Яков не ушел. А Яков говорит ему, неожиданно, очень неожиданно, он говорит, ничего мне не давай, я опять буду пасти твои стада, беречь, все буду делать, как было. Наградой будет, вообще ничего давать не будешь. Он говорит, бывают редкие такие овцы, среди всех, бывают они какими-то белизной, с какими-то пятнышками, какие-то бурые, козы бывают. В основном они однотонные, но если такая овца попадается, редчайшая, то этим, вот это и будет моя награда. Он говорит, ты найди всех таких овец, встали и забери. Яков говорит Лавану, все, оставь мне однотонных овец, мы какого-нибудь цвета, мы не знаем, всех песных крапчатых убери из стада. И все. И если родится такая овца, или коза там, или козел, все, это мое. А все остальное твое? Тут и думать нечего. Лаван, естественно, согласается. Он нашел всех таких овец и передал их своим сыновьям и дал им расстояние три дня пути, что между этими овцами, которые принадлежат Лавану, которые остались у Якова, и теми овцами, которые тоже Лавану принадлежат, которых Лаван забрал, три дня пути расстояния. Все, чтобы они никак не могли смешаться, чтобы Яков никак не мог получить от овец, которые не однотонные, приплод. Лаван так и сделал, оставил Якову скот, и все, и уехал, и рад и счастлив. Яков продолжил пасти овец Лавана. Но не тут-то было. Яков пасет овец. Всевышний начинает давать таких, как Яков просит в молитвах. У него начинают появляться крапчатые, с пелезною там, какие-то бурые из кос. Все, что они говорили с Лаваном. Лаван приходит и говорит, нет, мы говорили, что эти должны быть крапчатыми, а эти должны быть такие-то. Лаван издевался 10 раз. Только раздождается тех, что Яков просит у Всевышнего. Лаван забирает. Мы так не договаривались. То есть, менял плату 10 раз. Яков уже в отчаянии. Это был ужас. Он ему говорит, вообще полосатых мы с тобой говорили. А полосатых вообще нет в природе овец. Это же не тигр, это не зебра. Яков начинает молиться за полосатых. Он берет веточки белого тополя, каштана, миндаля, вырезает на них полоски, обнажает белизну и ставит их при водопоях, куда овцы приходят пить. Молится с такой силой и хочет показать овцам, что он это не хочет. Всевышний начинает давать таких овец, каких просит Яков. Полосатых. Это чудо неимоверное. Лаван приходит, овцы, или это тигры, это страшное дело. Ситуация невероятная. Что такое овцы полосатые? Это вообще. Он в шоке. Сказать, что бы так не договаривались, он уже не может. Это уже все. Лаван заштопорился. И Яков получает самых лучших овец, когда овцы сильные, он их ставил напротив этих прутьев и получал потомство, какое хотел от этих овец. А те, которые овцы, не были сильными, слабых овец он ставил отдельно. Так сильные доставались Якову, а слабые лавану. И Яков весьма разбогател, стал, как отец его, весьма велик. То есть Всевышний ему дал уже просто все, что только он хотел. И теперь, когда он стал таким богачом, неимоверно, забрать лаван уже ничего не может, потому что подойти к такому саду, это уже невероятное что-то. И сыновья лавана, которых не было, кстати, у него, перед тем, как Яков пришел к нему, после этого мы видим, что у него уже и сыновья появились, такое браху, Всевышний ему дал. Они говорят, что все, что Яков нажил, это он отобрал у нашего отца. То есть ограбил нашего отца. И Яков, что ему делать? Он получает указание от Всевышнего уходить. Уходить. И ангел ему явился, и объяснил ему, что теперь все бараны, поднимающиеся на овец, на овец полосатый, крафчатый, пестрый. Твои страдания закончены. Уходишь. Вот так. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Берт Абат Исраэль, Павел Бен Эфим, Самуил Бен Герш, Хай Малк Абат Йосин, Мир Абат Аврагам, Розават Михаэль, Памяти Ури Бен Харитон, Медль Бен Медль, Яков Бен Ахум, Владир Бен Григорий, За здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Эцхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Аполлина Пер, Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Егени Бен Софья, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Архель, Шимон Бен Мира, Фейка Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ир Робот Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат Цара, Ида Бен Хая Авива, Исим Бен Соня, Мазл Парасас Гула, Ирина Батури, Арон Ария Бен Нурик, За хороший дух, Арон Ария Бен Двойра, Диз Бен Ахум, Алигаль Бат Цара, Хая Бат Аврагам, Парнацай Брют, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем брахам Парнацакова, Она мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору, всем всего самого наилучшего, всем желаем крепчайшего здоровья, и до следующих встреч, надеемся, что встретится завтра в 15.30. Шалом!